С 3 июля вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в Уголовный и Административный кодексы Российской Федерации. Коснулись эти изменения и так называемых алименщиков. Наказывать неплательщиков будут, но несколько иначе, чем раньше. 157 статья Уголовного кодекса была изменена. Сейчас она в новой редакции. Если раньше уголовное ответственность наступала за злостное неуклонение, то сейчас законодатель заменил ее на ее неоднократность. То есть, простыми словами, лицо привлекаем к уголовной ответственности только тогда, когда он был привлечен уже к административной ответственности за совершение аналогичного деяния. Итак, сначала судебные приставы возбуждают исполнительное производство в отношении неплательщика алиментов. Если он не платит два месяца и более, может быть принято решение о привлечении неплательщика к административной ответственности. Если он продолжит не платить, то может быть привлечен как к административной ответственности за неисполнение наказания, так и к уголовной ответственности. С одной стороны, законодатель смягчил наказание для тех, кто однажды оступился и не заплатил алименты. Злостных же неплательщиков все равно рано или поздно ждет уголовное наказание. Каждый человек может оступиться, и, соответственно, если он первый раз, то чтобы не портить ему жизнь, не вешать на него судимость, таким образом он привлекает к административной. И, соответственно, если он делает выводы, то уже к уголовной ответственности он привлечен не будет. И, наоборот, если он также считается злостным неплательщиком, если он не платит, то в любом случае его сначала к административной, потом к уголовной. Просто это немножко затягивается. Положение детей в этом случае, по мнению правоохранителей, не ухудшается, и на то есть объяснение. Раньше было как у нас, что человек нарушает предписанные ему именно решением суда только. То есть, если суд обязал оплатить его алименты, в этом случае он будет привлечен к уголовной ответственности. Сейчас же законодатель дополнил, то есть, помимо решения суда, сейчас еще и нотариально удостоверенное соглашение. То есть, люди идут к нотариусу, удостоверяют соглашение об уплате алиментов, то есть, они в суд уже могут не ходить. Если человек не платит алименты по этому соглашению, то он также может быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, если нерадивый родитель оступился первый раз, не заплатив алименты, и его привлекли к административной ответственности, то он хотя бы не испортит ребенку биографию. Наличие судимости у близкого родственника сразу закрывает путь ребенку в правоохранительные органы, в государственные органы, во много. Даже если был у него, допустим, отец либо мать привлечена к уголовной ответственности, даже там 10-20 лет назад, все равно это сохраняется, что она была судима, и, соответственно, путь закрыт уже. Административная ответственность за неуплату алиментов предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо штраф 20 тысяч рублей, но это для очень ограниченного круга неплательщиков. Уголовная ответственность для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, предусматривает в качестве наказания исправительные либо принудительные работы, либо ареста до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.